Ущерб, нанесенный заменой отеля три звезды с полупансионом, на четыре звезды все включено. В результате такого отдыха я рассталась с тела до неприличия, и меня бросил муж. Повествование дамы, вернувшейся из Анталии. Местные мулатки, вызывающие, покачивали бедрами и выставляли вперед бюст. Мужчин было мало, и все какие-то непривлекательные. Поэтому вместо того, чтобы культурно отдыхать, я водила мужа по музею. Отчет о поездке на ком. Девушки вернулись с турецкого курорта. Вот вы говорили, что у Мармариси весело, а мы там ни с кем приличным даже не познакомились. Одни только турки, даже на дискотеках. Менеджеры как бы себе представляли, чтобы Турция без турков? Девушки, ну не столько же. Ну вот это мои любимые. Я возмущена. Мне и моему мужу в немецком посольстве отказали в визе. Черт с ней с этой визой. Но пока мы проходили собеседование, у нас сгорел дом в деревне. А мой супруг во время встречи с консулом от волнения сломал себе вставной мост и теперь вынужден молчать. Но я молчать не буду и требую компенсацию за дом, челюсть и подневольный труд в Германии моей бабушке. Претензия. Жалоба. В море оказалась рыба. Нам никто не сказал, что в море будет рыба. Дети были поражены. Ну вот это уже гениальность идет. Пассажир круизного судна попросил другую каюту, поскольку из иллюминатора не видно море. А вместо этого открывается обзор на чьи-то машины. На что ему ответили, что вообще-то круиз еще не начался. Теплоход стоит и поэтому за окном причал. Вот вы говорили, что в Анталии сухой климат, а у меня там вечно все джинсы были мокрые. Чем она там занималась? Ну, прелестная штука. Туристы предъявили претензии к Ателю, что у них на реке всю ночь слишком громко кричат лягушки. Ну, прикрутить надо, видимо. Да. А вот это живье. Туристка после круиза через две недели позвонила в компанию и предъявила претензию, что забыла в каюте свой мешок с драгоценностями. Мешок. Честно, это сами знаем. Туристка написала жалобу с требованием вернуть деньги за круиз, потому что ее весь рейс травили угарным газом в каюте. Помним из химии, да, что угарный газ при открытом угорении. Где на теплоходе вообще он, ну и уточним, угарный газ ни вкуса, ни цвета, ни запаха не имеет. Как она это определила? Но вот это без шуток. Она подала в суд. Суд, правда, не принял. Ой. Мне в мир у нас, дружительная бабулька, которая все время была недовольна, круиз на Соловки. На обратном пути стала возмущаться, что на палубе перестали по вечерам включать освещение. Еле объяснили, что вообще-то его и раньше не включали, просто были белые ночи. А сейчас они закончились, идут на юг. Не поверил. Экономят. Да. Ну, а вот в самолете авиалинии Арабских Эмиратов турист предъявил претензию, что из-за слишком комфортабельных сидений он уснул и все проспал. Ну, а это такой вывод. Вот у меня впечатление, что это не просто из жизни. Это вот оно и есть. Отзывы из истории рейсов Пермь-Уха. 2005 год. Зачем нас привезли в этот Сарапул? Не лучше ли было постоять в другом месте? 2006. Почему в расписании нет Сарапула? Почему мы проходим мимо, мы хотим в Сарапул? 2007. И все-таки, почему в расписании нет Сарапула? Мы хотим в Сарапул. 2008 год. Зачем нас привезли в этот Сарапул? Не лучше ли было подольше постоять в другом месте? Вот, честное слово, есть такие стоянки, в которых вот тут можно заменить название, и вот это будет, вот можно через год менять так и будет. Ой, вот это уже здесь. У вас неправильно идет теплоход. Идем в Астрахан. У всех теплоходов с одного борта солнце, с другого тень. А у вас то так, то так. А то, что вообще-то Волга поворачивает, ну это мелочи. Это еще любимую я с вами все-таки расскажу. Это не при нас, ну вот мы зашли на теплоход, это не здесь. И нам рассказывает вся команда под впечатлением. Вот бывает, что садится турист, и он недоволен от начала и до конца. Вот он ходит и выражает неудовольствие. А тут немножко другой вариант. Зашла дама, и она не просто выражает неудовольствие, это скандал. И вот идет, и вот несколько дней ее круиза, недлинного, цепочка скандалов не утихает. Вот заканчивается один, и тут же следующий. Команда со сжатыми зубами утешает себя тем, что ни один круиз не длится вечно. Когда-то же закончится. Наконец, заканчивается. Дама идет на выход, все уже держат последний вежливый оскал из посредних сил. И тут дама произносит фразу. Она говорит, спасибо, я так хорошо отдохнула. Вот тут падали челюсть, вот эта зажатая. И естественный вопрос, не удерживайте. Вам же так не нравилось. Она говорит, а, а, это я так отдыхаю. Ну и последнее, вот это здесь. У вас на теплоходе, на палубе, ветер, а в каюте холодно и одиноко. У вас на теплоходе. Спасибо. Спасибо.